Добрый день! В этом видео пойдет речь о парсинге интернет-магазинов, у которых карточки товаров не имеют собственных веб-страниц, а карточки товаров появляются в виде всплывающих окон на страницах рубрик. Например, мы открыли какую-то рубрику сайта, кликаем на какой-либо товар, и в итоге у нас появляется всплывающее окно с данными о товаре. Что происходит после клика на какой-либо товар на странице рубрики? Мы кликаем на товар, браузер отправляет http-запрос к сайту, в ответ сайт отправляет данные о товаре, и браузер уже эти полученные данные выводит в виде всплывающего окна на странице рубрики товара. Для того, чтобы нам благополучно парсить данные о каждом товаре, мы должны будем отправлять соответствующие http-запросы для получения этих самых данных. Наша задача состоит в том, чтобы понять, по каким ссылкам происходит подгрузка данных товаров. Для этого будет использоваться плагин live http-headers для браузеров AirFox. В этом экземпляре браузера данный плагин уже установлен, если у вас плагин не установлен, установите его. После того, как мы установили плагин и открыли нужную страницу рубрики сайта, нажимаем кнопку Alt. В появившемся главном меню выбираем пункт Инструменты и просмотр http-заголовков. Перед нами окно плагина просмотра http-заголовков, в котором будут появляться все данные о всех запросах, происшедших на этой веб-странице. Если перед началом работы у вас уже какие-то здесь запросы есть, мы нажимаем кнопку Очистить, чтобы они нам не мешали. После того, как мы открыли окно плагина, у нас открыта страница и мы кликаем на какой-либо товар. Здесь происходит отправка запроса сайту. Мы возвращаемся в плагин, видим, что данные этого запроса отобразились в плагине. Здесь отображается ссылка, по которой происходил запрос. Мы копируем ее в буфер. Открываем для начала браузере. Видим, что по этой ссылке происходит подгрузка данных товара. Пусть скодировка в браузере вас не смущает, в программе с скодировкой проблемы быть не должно. Можно пойти многими способами для парсинга этих товаров. В этом видео будет рассмотрен способ, в котором мы получим все ссылки на товары со страниц рубрики. Для этого мы копируем адрес этой рубрики в буфер. Переходим в программу, создаем новый файл проекта. Вставляем ссылку в список ссылок. Это ссылка на страницу рубрики. Далее мы соберем все ID товаров на этой рубрике, чтобы построить список вот таких вот ссылок, в которые будут подставлены и собраны ID товаров. В данном случае мы подгружали товар с ID 9343. Мы найдем его в коде страницы рубрики. Вот он. Зададим повторяющиеся границы парсинга. Таким образом, чтобы они взяли все ID товаров, расположенных на этой странице рубрики. Видим, что мы их получили в количестве 6 штук. По числу товаров на этой странице рубрики, после задания повторяющихся границ парсинга, нажимаем кнопку «Готово». Выводить данные повторяющиеся границы парсинга мы будем соответствующим макросам. Выполняем предпросмотр. Видим, что в результате у нас появились 6 ID товаров. Для изменения формата вывода повторяющихся границ парсинга мы используем окно настройки повторяющихся границ. В качестве разделителя мы будем использовать не запятую, а знак переноса строки. Видим, что данные выводятся теперь построчно. Также нам нужно будет добавить к каждому ID шаблон ссылки для получения данных о товаре. То есть, вначале мы добавим эту часть ссылки. И в конец, после ID товара, который выводится макросом оператором Value, мы добавим конечную часть ссылки для запроса данных о товаре. После этого мы увидим, что в результат парсинга попадают 6 ссылок для подгрузки данных товаров. Если у вас есть здесь список рубрик, список ссылок на рубрики товаров, мы выбираем расширение предъявленного файла от txt, также отмечаем кнопку парсить в один файл, указываем какую-либо папку для сохранения ссылок. Если нужно, мы добавляем еще какие-нибудь ссылки на рубрики товаров. И выполняем парсинг ссылок на товары с этих рубрик товаров. В результате парсинга мы получаем txt файл со ссылками на товары, которые в последующем, в следующих проектах мы можем уже распарсить. На этом все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.